Лежит она. Ты что виляешь тут хвостиком? А, все понятно. Ты выпила воду, только что была чашка полная. Облизывается. Подожди, я поставлю, подожди. Держи ее, то она сейчас разольет. Вот, пить она хотела. Куда ты собрался? Всем приветик? С прической. Туда ставить? Мне нужно идти на 4. 4 часа? Так еще рано. Почему? Она подстриглась. Я вчера ее подстригла. Она сказала, мама, давай подстриги меня. Ну, в общем, как у Маргариты. Коротенькие такие вот стоят. Мама! Чего, проиграла? Все сегодня разбегаются от меня. Сегодня хотели съездить на ферму, где тыкву продают. Я сегодня хочу попробовать сварить суп из тыквы. Никогда не варила. Вчера ездили за продуктами. Так ты еще не пробовала. Он вкусный, да? Не фукай. И мы хотим сделать самсы с тыквой. Мы хотим сделать рамой с тыквой. В общем, будем кушать тыкву. Нет. Всю неделю будем кушать тыкву. Нет. Да. Я хочу себе попробовать сделать одну прическу. Раньше я всегда накручивала вот такой плойкой. Сейчас у меня волос покороче. Мне интересно, как будет смотреться. Волосы чистые. Как раз помыла. В одну сторону накрутила. Достала вся эту сторону. Достала бы все эту сторону. Тут не нужно Вот так вот, кудрявая теперь, ну, в общем, вот так вот. Лака у меня нет, ничем брызгать не буду, сколько продержится, несколько дней точно продержится. Во сколько в субботу едете? Не знаю. И ты приедешь, получается, в эту субботу уедешь, на следующую субботу приедешь? Да какая? Уезжает она с подружкой в отпуск. Ну, здесь, по Швейцарии. В другой город. Нашла я рецепт тыквенного супа, сейчас буду готовить. Не знаю, какой у меня вот этот сорт, сколько грамм, килограмм, почему сразу не говорят. Это много, конечно, будет, может, половинка где-то нужна. В общем, сейчас я все подготовлю, почищу, и дальше нужно это все. А мы пойдем в ферме смотреть? Да, пока рано еще, в 4 пойдем. Поедем посмотрим на ферму. Сыковки какие там продают. Мне еще нужен, так, картофель, чеснок, сливки. А что, лука нет? Нет, лука нет. Больше всего я не люблю резать тыкву. Она очень твердая. Что без досточки? Ой. Все разлетелось. Ну что это такое? Ну что это такое? Ну что это такое? И тащите все. Кроме ферме. Возьмите все. Возьмите все. В общем, я подготовила тыкву, все подготовила, овощи все. Сейчас мы поедем, съездим на ферму, потом приедем, и я уже буду готовить дальше. Как тебе хорошо, мое пальтишко? Хорошо. Я его специально покупала на размер больше, чтобы с толстовками носить, а он тебе, видишь, как хорошо. А тебе без толстовки хорошо, да. Такая стильная, красивая, с сумочкой. Спасибо. Пойдемте, сделала себе бучок, чтобы волосы не мешали. Так, все, приехали, Макс. Макс пошел к другу в гости, а мы поедем дальше. Хорошо, а ты с нами едешь. Да. Все, веди себя хорошо, окей? Да. Мы не выходим, мы едем дальше. Тут воняется. Тут коровник, Каролина. Тыковки. Может, вон ту большую взять? Они очень большие. И потом готовить из нее все, что захочешь. Не написано, сколько стоит. Да, почему-то не написаны цены. Значит, бесплатно. Да, конечно. Такую большую. В бородавках все. В бородавках все. Слышные бородавки. Такие вот беленькие, большие. Много-много тыковок. Так Ксюше тяжело же будет. Тяжело. Пап, мне вот так, что... Не, порвете-то куртку, Лео. Все, понесли. Мне вот эти нравятся. Это вообще полезные, но очень полезная белая тыква. Может, беленькие взять? Я не пойму, почему здесь цены? Цены нет. Там на улице холодно, папа мороженое себе купил. Нет, действительно, очень холодно здесь. И здесь тыквы дороже, чем у нас там возле дома. Но мы просто хотели сюда приехать, посмотреть, как здесь. Потому что... В общем, мы хотели просто посмотреть эту ферму. Но здесь, конечно, тыквы дороже. Мы заплатили, получается, 50 франков, да? 52. 52 франка. А там бы мы заплатили где-то франков 30 за вот это. Стравилась очень красивая ферма, очень много тыквов. Всяких разных. Это что? Все, поехали домой, потому что ветер поднялся. Холодный. Ксюша еще тоже в футболке была. Все, поехали готовить суп из тыквы. Пойдемте, поехали. Супина с крема? Вот такие тыквы мы взяли. Вот такую белую. Поставим ее сюда пока. Для красоты. И такой вот сорт. И такой сорт. И вот такая вот. Вот такая вот маленькая. Тоже. Вот такая вот для коллекции наша. Нарезала я тыкву, нарезала морковь, картофель, посолила, поперчила. В общем, чесночка сухого добавила. И полила оливковым маслом. Все, теперь, значит, мы 180 градусов духовка. Накрываем фольгой сверху и печем минут 30, наверное. В общем, в итоге у меня тыква и картошка готовы, а морковка была жесткая. Я ее слишком крупно нарезала. Я сейчас ее в белье не доварю и буду это все-таки закидывать. 200 грамм сливок я добавила. Теперь это сейчас потушится 5 минут и буду блендером сливать. Так, все, наливаем. Я еще решила вот через вот этот вот пробить, чтобы он вообще прям был. Красивый. Без комочков. Будешь? Будем. Так ты попробуй, знаешь, какой вкусный. Что? Очень вкусный. Очень вкусный. Ты кто это зови? Думала, куда мне использовать семечки? Санвеса. Супер. Наложу, они все будут пушать. Я завтра покажу. Уже идет. Уже идет, Агуля? Да. А какой мой? Нет, там типа меньше, а ты много нас ешь. Все, приятного аппетита. Приятного аппетита. Пробуем супчик. Можно острое, но бабушка острое не ест, не предлагает. Я немножко себе капну. Тебе вот это надо? Это просто перчик. Такой вот красненький. Перемешай. Так, желание загадывать надо. Ну что, пробуем. Смотрите, попробуем. Потому что ты это первый раз. Очень вкусно получился. Я первый раз вообще кушаю такой суп с тыквой. А где Маргарита? Будет пробовать, нет? Не будет? Она покушала. Семечки собрала. Нет? Не все? Это Таразия твоя? Нет. Это Кришина? Вот она тут сидит. Сейчас все. Она мне еще и сказала, что я сама купила. Пожалуйста. Ксюша. А, Ксюша? Что делаешь? Вот он, чемодан. Так у вас один чемодан на двоих. Да? Это ее, это твое. Да. Все взяла? Нет. Куртка там твоя сохнет. Угу. Погода посмотрела, какая будет? Не знаю. Ботинки какие наденешь? Ты уже в моих белых не поедешь в тряпочных. Я не знаю, какие наденешь. Там горы. Вот тебе зеленые, помнишь? Зимние с мехом. Которые мы три одинаковых пары купили. Вот можешь мои надеть. Тебе с твоей уже маленькие будут. Мои 39-е можешь надеть. Ну, скорее всего, там прохладно будет уже. У меня как-то есть такая защита. У меня камера не царапается. Да? Ну, она и так не царапается, потому что вот этот выступ, видишь, какой. Угу. Просто если на плоскую поверхность локладешь, то она не дотрагивается. А если ты положишь там, не знаю, как-то вот так вот на какой-то край, то она может задеть. В общем, в итоге я осталась с этим телефоном, который себе папа купил. Не, потому что он сказал, чтобы я походила с ним, если мне понравится. Я же сначала хотела Pro Max. Вот. Я походила с этим телефоном. В принципе, мне очень удобно. Это Pro Max. Pro Max. Он очень большой, и я передумала, в общем. Я сказала, что я останусь с этим телефоном. Мне не нужен никакой Pro Max. Мне пойдет и Pro. Ну, в общем, осталась я с этим телефоном. В итоге. Еще хотела ответить на вопрос, который очень часто пишут в комментариях. Про бабушку. Навсегда ли приехала к нам бабушка или на время? Бабушке мы сделали визу на 3 месяца. Официально. Официально она у нас должна находиться до конца декабря. Но мы, конечно же, ее домой не отправим. Не хотим, чтобы она уезжала. Ей, в принципе, и ехать некуда. Мы хотим продлить визу. В принципе, она имеет право продлить визу на год. Во-первых, она уже в Швейцарии раз 7-6, наверное, точно была. И мы хотим, как по истечению срока визы, мы хотим обратиться в миграционную службу, чтобы все было по закону. Мы не хотим ее нигде прятать, потому что в Швейцарии это очень сложно, наказуемо. Если мы ее незаконно здесь оставим, не будем предупреждать, что она здесь осталась, продлевать визу, то ее отсюда, конечно же, депортируют и закроют границу. Могут даже закрыть навсегда, что она больше сюда не попадет. Поэтому мы, конечно, не хотим таких проблем. Скорее всего, мы сделаем воссоединение семьи. Так как она моя бабушка, единственный мой родственник. Так же, как и я, у нее тоже единственный родственник. И внуки, и правнуки, и внучка, и правнуки. Насколько я знаю, это не так сложно сделать, в принципе, если у нее, допустим, там на счету будут деньги, да, какая-то определенная сумма, что она себя может сама обеспечивать. Вот такие вот у нас планы. Конечно, бабушку мы никуда не отпустим. Она останется с нами. Просто это нужно все делать по закону. Я пошла монтировать влог, потому что я хочу сегодня смонтировать влог, завтра, чтобы был день свободный у меня. Ребятки, всем пока, спокойной ночи. Пошла я работать дальше.